К углу подойдете, бурьянцы останете, но только не разговаривайте, а так раз. Когда уже подойдут, потом скажете, чтобы засняли что-то. Управляющий хозяйством очень переживал, что оленят не получится снять на камеру. После рождения потомства самки становятся осторожными, подозрительными, не подпускают к себе чужаков. Но наш план сработал. Удачно выбранный ракурс, и можно рассмотреть целое стадо. Животные двигаются быстро и грациозно, сразу видно, благородные. Малыши ни на шаг не отстают от взрослых. А вот так оленята возрастом всего в несколько дней выглядят вблизи. Большие трогательные глаза, изящная фигура, пятнистый окрас, совсем как у Бэмби из мультика. Но подойти очень близко получается крайне редко. Из-за этого новорожденных даже трудно точно посчитать. Ждали малышей 20 самок. Но вдруг у кого-то двойня, или сразу у нескольких. Это выяснится чуть позже. Малыши себя чувствуют прекрасно, все здоровые. Телята ходят с ними. Если смена погоды, значит они тогда ложатся и лежат отдельно от мамок. Мамки находятся в 200 метрах от них. Стараются, чтобы сберечь своего детеныша. А вот отцов на этой ферме не обременяют воспитанием потомства. Они содержатся в отдельном загоне, растят рога, готовятся к новым осеменениям. Похоже, их такая жизнь вполне устраивает. Один из самых взрослых и зрелых оленей зовется Борисом. Ему легко угадать. Вот по таким внушительным большим рогам. И сейчас он подошел поближе, чтобы познакомиться с нами. Но, возможно, дело здесь не в любопытстве, а в яблоках, которые для него приготовили. Он очень хочет их съесть, но сделать последние несколько шагов пока стесняется. Боря, не стесняйся. Подойди, подойди, поешь. Он будто бы услышал. Подошел и поел. Его примеру последовали и самцы помладше. А когда в списке угощений к яблокам добавился овес, страх перед журналистами исчез окончательно. Олени охотно позируют и лакомства берут прямо с рук. Вкусный овес. Специально от своего ТВ для ставропольских оленей. Поешьте, поешьте, малыши. Смотрите, с каким аппетитом пережевывает. Вот тут есть еще порция. Угощайтесь. Сотню европейских благородных оленей завезли на ферму в Андроповском районе из Калининградской области в январе. На новом месте им создали все условия для безмятежной жизни. На территории высадили траву шести видов. Такую, как любят парнокопытные. Отдельно специалисты следят, чтобы все животные были здоровы. Чтобы проводить санитарную и ветеринарную обработку, здесь построили вот такое сооружение, которое больше напоминает лабиринт. Но если в древнегреческом лабиринте обитал минотавр, то здесь можно повстречаться с оленями. Животные, они, конечно, дружелюбные, но в непривычной обстановке могут легаться, бодаться. Поэтому те, кто здесь работают, используют вот такой щит. Совсем как древнегреческие персонажи. Владельцы хозяйства планируют увеличить поголовье до нескольких тысяч особей. И радуются, что оленей включили в список сельхозживотных. Значит, можно воспользоваться господдержкой, которая положена аграриям. Здесь хотят создать точку притяжения экологических туристов. Совсем рядом находится природный памятник – гора Брык. Уникальное место для длинных приятных прогулок. Скоро во время одной из таких можно будет встретить благородного оленя. Уже поймали удачу за рога Леонид Нечапуренко и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение.